С начала пандемии в ковид-госпитале Нефтекамска пролечилось 1652 человека. Такие данные озвучила на брифинге по коронавирусной инфекции представитель городской больницы. Прирост зараженных ковид-19 за минувшую неделю составил 30 случаев. Наряду с этим растет число заболевших острой внебольничной пневмонией. За последнюю неделю зафиксировано 48 фактов, в то время как за предыдущую 39. Заботиться о своем здоровье и соблюдать меры предосторожности по-прежнему необходимо всем. И еще сейчас самое время записаться на вакцинацию. Тем более, что наличие антител не является противопоказанием для нее. На сегодняшний день в Нефтекамскую больницу поступило 3645 доз вакцины. И мы ожидаем буквально сегодня еще дополнительно 475 доз. Мы уже привили 97% пациентов, что составляет 3528 человек. Это первым компонентом. Закончили же вакцинацию 12% от поступившей вакцины. И этот показатель равен 443 человека нашего города. В числе заболевших новой коронавирусной инфекцией на данный момент по-прежнему преобладают люди старше 60 лет. Таковы данные территориального отдела Роспотребнадзора. В городе Нефтекамск на сегодняшний день зарегистрировано 1013 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За прошедшую неделю в адрес территориального отдела поступило 195 экстренных извещений о случаях новой коронавирусной инфекции и подозрения на нее. В том числе по городу Нефтекамск 42 экстренных извещений. Из них на этой неделе зарегистрировано 10 экстренных извещений. В структуре заболеваемости преобладают лица от 40 до 59 лет, это составляет 26,3%. Ну и более высокая заболеваемость среди лиц старше 60 лет, это составляет 45,2%. Режим самоизоляции сохраняется, а ношение масок продолжается, отметили на брифинге. Помимо этого, не стоит забывать и о соблюдении социальной дистанции. Те, кому необходима помощь в доставке лекарств, продуктов и товаров первой необходимости, могут обратиться в волонтерский штаб по номерам 8 347 83 4 10 96 и 5 41 31.